Субтитры сделал DimaTorzok Все, все. Не бойся, не бойся. Мне доводилось. Держи скрепче. Все. Давай, тушься, тушься. Вот. Работаем. Давай, давай, давай. Да не кричи, ты лучше дыши. Дыши, дыши. Тушься. Молодец. Ну, что ты? Тебя так крутит, да? Тихо, тихо, тихо. Давай, активнее. Помогай, помогай. Работай. Давай. Помогай, не ори. Тушься, тушься. Умница. Вот. Работай. Еще, еще, еще. Тихо, тихо. Не расслабляйся. Давай, давай. Работаем. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Смотри, кто девчонка. 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 Тихо, тихо. Тихо, тихо. На шумбалку приплак. Смотри, бабка где? Где? Вот. Да. Я твоя бабка. Бабка твоя. Да. Вот, давай. Девочка, дамочка. Вот. Девочка, ты правая, девица. Да. Аляси. Девочка, дамочка. Девочка, дамочка. Девочка, дамочка. Девочка, дамочка. Думаете, Илья вернется? Он двух человек убил. А может, и больше. Если поймают они его, расстреляют на месте. А я, может быть, спасу. Все. Побегу. Давай, аккуратненько. Давай, давай, давай. Бери. Побегу за врачом и с работы отпрошусь. Молоко пей, не забывай. Давай, аккуратно. Пей, не забывай. И береги наш круг. Все. Молоко пей, не забывай. Ну, и как тебя назвать? Папы нет. Папа бы сразу придумал. Егор, стой там. Мать все знает про меня. Откуда? Вот откуда. Егор, стой там. Спрячь ты ствол. Ведешь себя, как мальчишка с подворотни. Людей вокруг. Что мать еще сказала? Ничего. Больше ничего. Ладно. Сделаем так. Давай сейчас в лес, схоронись в окопах. Я что-то по кумеку и придумаю еще. Егор, нам лучше условиться в другом месте. Сиди там и не высовывайся. Даже если жрать захочешь. Егор, я тебе доверяю. А остальным… Остальным знать не обязательно. Сбежал, а сбежал. Черт. Я же ведь приходил, спрашивал. Чего ты боялся-то? А ты будто не понимаешь? Не понимаешь. Я тебя пальцем не трону и другим не дам. Я же своему отцу обещал. Давай, дуй. У меня еще лиска рожать начала. Я ни сном, ни духом, я не знаю, что да как. Ладно, я все узнаю, расскажу. Все, давай дуй. И оружием не свети попасту. Сучок. Приняла, как смогла. Ты приди, посмотри. Почисти ее, антибиотику, калиюну, в общем, сама все знаешь. Галь, ну ты че, ну? Ну мне надо к пациенту. К пациенту? С такими губами? Прости, господи. Что ж, как с вами нужен-то? Давай, давай, давай. Не размусоливай. Угу. Улица Мира, дом 7, квартира 15. Галя, Галя, а это ребеночек-то сына, да? Хороший ребеночек? Топай, топай. Галя, Галя, мне бы, ну, для скорости. Ну, чего-нибудь. Да, да. Само собой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Без мишуры можно? Да я бегу, Галечка. Все, бегу, все-все-все. Разрешите, Вать? Опаздываешь, Семенова, на собрание? Нехорошо. Ну что, все в сборе? Да, все. Кого нет, значит, в патруле? Где ты ходишь? Тебя Пашка все утро ищет. Приступим. Здравия желаю, товарищи. Для начала представлюсь. Губин Лев Михайлович, майор государственной безопасности. Здравия желаю, товарищ майор. Вам сотрудников представить? Нет, спасибо, не надо. Товарищ Фролов уже обо всех рассказал. Так что приступим сразу к делу. Вами была найдена сломанная рация, парашют, опрошен очевидец. Нашими силами был осуществлен перехват радиопередачи. Предположительно, в вашем квадрате готовится диверсия. Одним человеком, а может быть группой, пока не знаем. А какая, простите, диверсия у нас может быть? Стратегических объектов нет, военный аэродром тоже далеко. Так пищевой комбинат, Сереж. За колбасой немец охотится. За колбасой. Я ценю ваши чувства юмора. Но ситуация чрезвычайная. У меня есть распоряжение задействовать в поимке диверсантов весь имеющийся состав. Отделение переходит в усиленный режим работы. Угу. Для патрулирования улиц и проверки документов должны быть задействованы все. Я правильно поняла. Мы все должны ходить по улицам и проверять у граждан документы? Да. А в случае сомнений сигнализируйте. Проверите квартиры заодно. Да, а диверсанты по городу шастает и нас ждет. Угу. Если есть кто, искать надо в лесу. Лес будет прочесывать. 56-я рота. Приписанная к топливному хранилищу. Николай Михайлович, давайте пройдем в кабинет и наметаем план действий. Приступим к операции. Хорошо. А для оперативного реагирования в отделе останется товарищ Федорович. Опа. Беда у меня тут. С оперативным реагированием. Борисович. Товарищ майор, разрешите обратиться. Беда. Успокойся уже. У нашего отдела есть другие, не менее важные задачи. Вас информировали о том, что в городе орудит банда. Есть жертвы и сосредоточат все силы. Но проверка документов, по меньшей мере, это как-то помягче сказать. Ну, неразумно, что ли? Семенова, по банде у вас засыпок ноль. Ногами поработайте, может, сдвинетесь с мертвой точки. Товарищ майор, разрешите мне отвести текущее расследование. Я готова в одиночку. Банда грозит отдельным жителям вашего города. Диверсионная группа угрожает стране. Вы это понимаете? Товарищ майор, я готова еще раз повторить мою просьбу. Вы отказываетесь выполнять приказ, товарищ майор. Приказ понятен. Приступаем. Семенова. Прошу вас, товарищи. Что за вид? А у тебя что с лицом? Что? Не милиция, бардак. Садись. Ну? Садись. Антон Павленко. Муж? Сожитель? Сожитель. Долго вместе прожили? Ходил. Месяц. Может два. Ребенок от него? Иди-ка ты отсюда, Галя Семенова. О рапорте не волнуйся. Не будет никакого рапорта. Будто и тебя здесь никогда не было. Поняла? Поняла. С какой, значит, целью приехали в город? Директива ж была. Восстанавливать. Вот мы и приехали. А, восстанавливать. Это хорошо. А чего проверяете? Как чего? Честных людей пересчитываем. Давайте, бабоньки, давайте. Восстанавливайте, значит. Спасибо. Спасибо. Доярки. Сегодня передали. Участились бои. Упирается немец. Не хочет отступать. Куда дальше? Паш, давай в этот подъезд. Начинай с верхних этажей. Стучись, спрашивай, кто дома, кто живет, какие документы. Ну, действуй, значит. Мы тебя догоним. Нам тут стратегию обсудить. Давай, не бойся. Не съем я ее. Давай. Галь, извини. За что? Ну, что не удержался. Живой же человек. А вы о чем, Николай Михайлович? Как сын, ничего. Не сильно я его предложил. Нормально. На комбинате будем. Объясню парню, что выпил. Зачем вам на комбинат? Ну, как? На месте всех. Проверим сразу. Если вы из-за сына или из-за меня, то не нужно, Николай Михайлович… Слушай, ты, комиссар, ты фиф-то из себя не строй? Тоже мне птица. Схватили раз за бок и уже. Хотите еще схватить? Нет? А нет, суда нет. Работаем, Николай Михайлович. Галь. Товарищ Семенова, ваш сын за прогул пойдет под суд. Так. Закон для всех одинаковый. Или я ошибаюсь? Не ошибаетесь. Паша, что ты стал? Иди. Давай, давай, давай. Спасибо за сигнал. Валерий Петрович, я извиняюсь. За Илью переживаю. Пропал парень. Куда с сына-то дели? Галина Захаровна. Да у нее сегодня дочка родилась. А-а-а. Пол, что ли, рожал? Объявится, сообщите. Сообщим. Обязательно сообщим. Паш, заканчиваем. И на улице. Граждане, спасибо за сотрудничество. У кого провели документы, возвращайтесь на рабочие места. Спасибо. Семенова, ты что не сказал? Что сын пропал? Это семейное. Да подожди. Его теперь за прогул на три года посадить могут. Сбежал он, сбежал. То ли от бабы сбежал, то ли что похуже. Пока не знаю. Еще бабушкой стала. Что мне делать с этой радостью, пока не знаю. Ну, тихо, тихо, тихо. Не знаю. Тихо, Галь. Ты знаешь? Я не знаю. Тихо. Разберемся. Все. Все, все, все. Что, Грязев? Все, товарищ капитан. Что все? Я говорю, всех проверял. Документы в порядке. Молодец. Документы, товарищ. Чего сверлишь-то глазами? Женщина сама выбор сделала. Угу. Посмотрим. Ну-ну. О, Галина Захаровна, не по мою ли душу? По твою, по твою. Любопытно. Ну, и в чем предмет разговора? Обращайся. Он-то ответит. В штрафбат пойдет. А тебя на месте расстреляют. Ума не приложу. О чем речь? Где он прячется? Кто? Да Илюха. А, Илюха-то. Так кто же его знает? Вы не волнуйтесь, парень, он самостоятельный, взрослый. Отойдется. Спасибо за папиросочку. Я тебя все равно, сука, поймаю. Ловите. Егор, после комендантского часа сегодня в подвале. Не время сейчас. Для сходок. Егор, люди знать хотят, что дальше. Успокоить надо. Успокоим. Как же ты говоришь, не дергаться? А я вот не могу не дергаться и ждать, пока он нас выведет. Что ты несешь-то, Илюха надежный? От него все беды и пошли. И мать его, скажи, она успокоится? Ты же сам понимаешь, может она хороший, да только нам не подходит. Зачем он нам нужен, раненый? Долго ли пробегает? Ну и что? Все так считают? Ну давайте, смелее, смелее. Я руки видеть хочу. Понятно. Волю вашу, братца, я уважаю. Вот только где его искать, я ума не приложу. Так он наверняка снова к тебе садится. Вот ты и порешай. Или, если не хочешь, сам мне скажи, куда, чего. Патруль прошел, можем выдвигаться. Давай, давай. Проходим организованно в бомбоубежище. Макарич, вели. Давайте я понесу. Проходим, граждане. Иди не оборачивайся. Товарищ старший лейтенант, пройдемте в бомбоубежище. Товарищ рядовой, не мешайте работать. Все, успеем. Проходим, проходим, граждане. Аккуратно, берем, долгайте. Быстрее. Мам! Телаль солнца для своего.. Ты уже здесь, собribyi себе. Аккуратно, беремxoMA. Слава богу! При includes besoin. Эх, эх, что ж ты мать? Ты что, в первый раз не дострелила? Как же так, а? Ты меня совестить? Пришла? Или арестовывать? Ты же убийца. Ты что, не понимаешь? Да ладно. А ты там не убивала, что ли? Там другое. Там враги. Да? Ты думаешь, тут друзья, что ли? Как Лиза? Мы про тебя еще не закончили. Кто у тебя сообщники? Сколько их? Вас Матвеев подбил? Подбил? Мне мать в оккупации? Жрать было нечего. Немцы на работу гоняли. Кто отказался, того избивали. Убивали. А наши пришли. Да то же самое. Разве что убивают меньше. Слушай, а эти полицаи поганые как жили, так и живут. Несправедливым, мать. Неправильно. То есть ты такой благородный. А че ж ты на все государство-то не отдаешь? Да что оно мне сделало, это государство? Что оно мне дало? Если идет в руки, значит надо брать. В кого ты превратился, сынок? Зато я с голода теперь больше не умру. Коля, ты тоже с голоду убил? Или деньги не поделили? Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Эд! Эд! Все! Эд! Эд! Эд. Эд! Играет музыка. Вставайся! Я ведь помогу! Нет. У тебя, девочка! Набрал! Выходи, я ж слышу! Ты почему меня не послушал? Я к Лизке ходил. У меня дочка. Тебя видел кто? Да я закурю. Да воздушная тревога, Егор. Кому было видеть-то? Видеть-то некому. Сегодня вечером справят документы, я тебе тайком от наших передам и уйдешь. Нет. Что нет? Я без Лизки и дочки никуда не уйду. Давай без глупостей. Я забираю документы, забираю жену с дочкой, тогда и уеду. Да какая она тебе жена? Они следят за твоей бабой, дурень. Мать твоя первая следит. Егор. Сам этого не понимаешь? Егор, я тебе по гроб обязан. Я тебя не подведу. Все будет чисто. Как знаешь. Сегодня вечером будь тут. Принесу ксивы и распрощаемся. Спасибо, Егор. Спасибо. Вы так каждую ночь спать будете. Давайте я в той комнате поселю. Нечего. Чувствуешь как себя? Терпимо? Да, спасибо. Придумала, как назвать. Булочка она. Пахнет сладко. Возьмите на руки, сами почувствуете. Некогда. Паспорт или любое другое удостоверение личности. Вот ведь. Забыл что ли? Галь, ну ты ж знаешь меня. Паспорт, говорю, или любое другое удостоверение. Нашел. Да на, на. Делать вам что ли больше нечего? Нечего. Покупаем яйца. Свежие яйца. Паспорт или любое другое удостоверение. Стоять. Ах ты что ж такое? Милиция работает. Хозяйка, следите за своим товаром. Стоять на пять минут мне отвернуться. Разведите. Галечка. Галина Захаровна. Ну товарищ начальник. В детском доме знают, что ты на базаре шляешься? Думаю, догадываются. Догадываются. Сейчас тебя порвожу с почестями. Я и сам дойду. Удостоверюсь. У вас что, дел своих больше нет? Сейчас у нас главное дело, это усиленное патрулирование. Понятно? Каждый человек должен быть на своем месте. Понятно? Галина Захаровна. Ну? Я вот что скажу. А отпустите? Понятно. Ладно, ладно, я и так скажу. Ну? Смотрите. Военный хромает. Спасибо. Что с ним? Я его уже раньше видел. Только он был не в форме и не хромал. Не путаешь? У меня на лица память. Ну уходишь же. Стой, здесь никуда не уходи. Юра, Юра. Ты у того военного документы проверял, как там? Да, порядок. Имя, фамилия? Не запомнил. Товарищ, можно ваши документы, пожалуйста? Ведь я показывал вашему сотруднику. Да. Молодой еще, неопытный. Да. Детский сон какой-то. Какими судьбами к нам? Демобилизован воронении. Старший Архивов. Вы справку разверните, чтоб вопросов не было. Сейчас, 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 сейчас. Так, где служили? 738-й стрелковой полк. 738-й стрелковая военной части. Смещение копчиков выпусков. Угу. Так. Кого ищете-то? Ну, явно не вас. Спасибо. Аки, быстро. Что, проводите с подчистями? Сейчас, новое дело. Беги за этим военным. Узнаешь, где живет, сообщишь. Понял? Есть. Давай, давай, давай. Ну, что, ты понавертел, позапутал? Юрочку. Здрасьте. Нина. Помощь нужна. Здорово, подруга. Что, дома не ночуешь? Съехала? Ой. Съехала. Юрочка, исчезни. Спасибо, Юрочка. Совесть замучила. Нина, запрос послать нужно. Архипов Александр Никифорович, 48 лет. Старший лейтенант. Проверить нужно, служил ли такой в 738-м стрелковом полку. И когда выбыл. Тебе зачем? Для дела. Да. Личная просьба Николана Михайловича об этом знать не нужно. Вот ты бесстыжая. Нин, мне мужик не нужен, тем более чужой. Хочешь — бери. Не хочешь — ничьей будет. Просто как у тебя все. Есть такие вещи, которые усложнять не нужно. И без них нужно. Поможешь или нет? Ну, давай, диктуй. Своего старшего лейтенанта. Егор. Погоди, я думаю. Зачем рискуем? Щеглов говорит, любимчика завел. А если завел, значит думать перестал. А если головой не думаешь, то как тебя слушать? Ну, так Щеглов говорит. Щеглов так говорит? Что-то он разговорчивый и больный стал. Кира! Кира! Сегодня вечером со мной пойдешь. Дело есть. А чего? С другом попрощаться. Нина! Нин! Скоро! Ух! Что за пир? Ой, как хорошо! А салты откуда? Борисыч. Выменила на мыльные карточки. На мыльные карточки. Молодец, Нинка. Да. Потом, мальчики, иди пить, иди. Ну, че как, улов-то есть? Да, ну, какой-то. Всех примет. Картуз и рост средний. Да, кстати, и штабы подтвердили полномочий Губин. Да, чтоб ему пусто было. Значит, завтра снова гуляем. Комиссарша же провожу. Про сына поболтаем, как искать, где искать. Объявляйте в розыск. Явно, что пропал. А провожать меня не нужно. Ну, Галя, ну я же чисто по-человечески. Мы с вами друг друга не человеки, а сотрудники. Ешьте, ребят, ешьте. До свидания. До свидания. Николай Михалыч. Галя. Галя. Галя, ну подожди. Галя. У меня с виноградихой нужно поговорить. О своем, о женском. Угу. Николай Михалыч. Женщина выбор сделала. Пошел, лук ешь. Помогай. От мозгов. Ты сделала запрос? Что замнадобность? Так, я перед тобой как замначальника отчитываться не должна. Ах так, значит? Прекрати эту ерунду. Я тебя прямо спрашиваю, сделала или нет. Сделала. Старший лейтенант Архипов Александр Никифорович, 38 лет, в 738 полку служил. Два месяца как убит в бою, в наших местах. Теперь говори, зачем надо. Я от него одного военного документа проверяла. Вызвала подозрение. Выходит, что не зря. Так, арестовать же надо, Галь. Пойдем к Николаю Михалычу. Пойдем. Скажи мне. Стоп, стоп, стоп. Завтра. Завтра. Нинка, спасибо тебе, спасибо. Тебе красиво. Давай. Тебе прямо, мне направо. Галь! Что? Восьмая квартира. И еще баба какая-то с ней. Поняла? Услышишь крики или выстрелы? Бегом в милицию. Угу. Здрасте. Снова вы. Не смешно, честное слово. Извините. Что беспокою? Именно, что беспокоите. Разрешите пройти. А что вам, собственно, надо? Мне помощь нужна. Только, если можно, не на пороге. Какая помощь? Я работу пришла вам предложить. С окладом, все такое. И кем работать-то? Не работать. Служить. У нас в отделении. Слушайте, ну вы разыгрываете. Зачем вам хромой? Ну, знаете, у нас и без ноги работает. Может, пройдем? Я, так сказать, разъясню ситуацию. О! Здрасте. И вам тоже не болеть. Ага. Скажите, ваш мужик годится к нам на службу? Думаю, это мужик на все годится. Платит, поди. Хорошо? Вот, женщину в корень зрит. Ну что, объяснимся? Может быть, поможете советам? А? Видите? Простите, композиция. А может, прямо здесь и поговорим? Ну, давайте. Ну, садитесь. Помогите! Призву! Призву! Заткните, не двигайся! Пока я слова не дам. Имя, фамилия, звание, номер полка. Ты же знаешь. Еще раз. Архипов Александр Никифорович. Служил в 738-м стрелковому полку старший лейтенант. Врешь! Старший лейтенант Архипов погиб в честном бою. Как? Что с ногой? У него там даже шрам настоящий. Ты уже проверяла? Как надо проверять? Встал, пошел. Я не могу. Встал, пошел ровно. Мы напутали со своим допросом. Иди. Ровно пошел. Не могу я. Можешь? Можешь. Тебя видели. Ах ты скотина. Осколок, говоришь? Инвалидность? Тихо! Давно он здесь? Да не больше месяца. Да еще бы чуть-чуть, я сама бы его раскусила. Только он засидит и сидит. Где документы взял? Нашел. Нашел? Как удачно. Сразу со справкой? А вот со справкой. Где взял? Говорит, тебя товарищ милиционер спрашивает. Нашел. Хорошо. Сейчас пойдем в НКВД. Они как раз диверсанты ищут. Ты по описанию подходишь. Стойте. Стойте. Пойдем, пойдем. Расскажешь, что я где нашел. Стойте. Не надо в НКВД. Если расскажу, где справку взял. Договоримся? Договоримся. Если дело стоящее будет. Стоящее. Не сомневайся. В стене. Руки назад. Я прямо сейчас покажу. Товарищ милиционер. Галина Захаровна. Вы только скажите, что я не знала. Давай шапку сюда. Нашли, куда повесить. Вы только скажите, что я не знала. Товарищ милиционер. Это я. Архипов Александр. Это я. Архипов Александр. Где тайник? Никакого тайника нет. Я знаю, что вы липовые документы справляете. Показывай. Неправда. Ей богу, оговорили. Стоять. Я ничего не нарушил. Меня знают, ко мне приходят. За меня могут поручиться. Где? Поручиться. Где? Стоять. Где же? Да не то. Не то. Не то. Что это? Меня заставили. Это они людей убивают? Жаль, вы кто? Я не знаю. Знаешь? У того мужика, что на Кирова в восьмом доме убили. У него справку медицинскую нашли. Подделку. Это твоя работа. Они… они все немцам пособничали. Те, кого убили? Ага. И Матвеев. Матвеев? Почему же тогда никто про него не знал? А он тайком доносил на недовольных. И еще тех, кого считали с партизанами связанными. А все пособники? Ковшайке? Только Матвеев. Матвеев. Откуда ты знаешь? Сволочь ты все-таки. Да, сволочь. А что было делать? Я вас умоляю. Не делайте этого. Я отдам им документы, и вы все равно их всех в лицо знаете. Вы их возьмете. А я буду полезен. Я буду информировать. Пожалуйста. Ну, я умоляю вас. Что ты их так боишься? Да, да не их. А кого? Ну что, отдашь документы, отпустим? А ты маску-то сними, Егор. Поговорим, как люди. Ну, здравствуй, Галина Захаровна. Говорила? Поймаю. Так это я тебя поймал, а не ты меня. Да я вас всех в лесу знаю. Куда у тебя от меня денешься-то? В том-то и беда, что знаешь. В том-то и беда. Ну что, выбор-то у тебя невелик. Либо ты нам сейчас кидаешь документы, либо мы кидаем тебе огоньку. Ну так себе выбор-то. Согласен. Сгореть либо от пули. Ну что, Галина Захаровна? Давай. Галя! Там Людейв, ты один? Юрка, снаружи. Попался. Руки, руки! Держи! Он здесь! Там. Я поймал его, он здесь! Не кричи, черт! Сюда! Он здесь! Он здесь! Руки! Руки! Ты почему здесь? Я же сказал, что… Уходим, уходим. Валим, валим! Я мента убил. Давай, пошли. Давай, собирайся. Беги. Мы с остальными. Встречаемся у блин-ножа. Засыпались мы. Давай. Проходим. Лицом к стене. Пошел. Что за самодеятельность, значит? В прошлый… В прошлый раз, когда взяли полицая, вмешалось НКВД. Мы потеряли важного свидетеля. Мне бы не хотелось… Вот чего тебе не хотелось. Я готова ответить. Любое наказание. Наказание тебе? Нам это Юрку вернет? Вот. Должностное преступление, ты понимаешь? Я тебя вообще могу под суд. Можете, товарищ капитан. Можете. Завершего дня сидишь за своим столом и отчеты пишешь. Все! Но я как ваш за… Но я как ваш заместитель. Что? Не нужен мне такой. Заместитель, значит. Паш, что вы здесь? Давайте, идите обратно. Веди-по со мной в детдом. Мощь на дворе, давайте. И оружие сдай. Оружие, комиссарша. Приказ. Иди за мной. Значит, теперь в Семенову садись и пиши. Подробно пиши, все как было. Да. До утра будешь писать, значит. До утра. Позже. Значит, еще позже. Виноградова дай ей бумаги. Побольше дай бумаги. Вот так, значит. Все. Николай Михайлович, там часовщик сказал, что он не банды боялся, а кого-то еще. Кого он мог бояться? Вот ты, значит, и думай. Мне теперь спросить некого. Виноградова. Николай Михайлович… В двух словах, значит, Виноградова. 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 Попросила меня запрос сделать. В тайне от вас. Я сделала. Но я не могу в тайне от вас. Вон, рапорт мне прописала. Вон пошла. Виноградова. Виноградова. Виногрирует. Виноградова. Нет, все. Деньги делим и валим прямо сейчас. Куда ты собрался? Он чего рот раскрывает, а? Из-за него все началось. Егор! Илюха спас нас всех. Ага, как же? Только пальцем троньте. А ты мне деньги отдай и никого не трону. Обождешь. Чего рожи-то кислые? Да потому что поймают нас всех. Знали, что в лес пойдем. Ничего не зима. А разбегаться-то рано еще. Есть дела. Будто менты нам позволят. Менты будут заняты другими делами. Есть мысли. Ну все, хватит собачься. Располагайтесь. А? Снова сидим. Снова сидим. Снова сидим. Тихо, 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 спи, спи. Это я. Все теперь знают про Илюху. Что теперь делать? Не знаю. Ты придумала, как назвать? Верочка. Чего? Вера. Нормально. Привыкнем. Кашу пойду сварю. Мне нужно было ворота. И петель. Нормально. Это戻 수 ворота. Разбы. Верота. Разбы. Тихо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok